В честь праздника Металлургам вручили благодарственные письма и почётные грамоты. Торжественное открытие. В Балхаше установили мемориальную доску в честь заслуженного Металлурга. Сегодня болхарские полицейские ответили на вопросы жителей с целью оказания юридической помощи. В городе с 9.00 до 18.30 проходила акция «Приёмная на дороге». В рамках мероприятия заместитель начальника ГУВД, участковая полиция, криминальная полиция, административный отдел и отдел миграции оказывали юридическую помощь жителям. Основной вопрос на данный момент – регистрация иностранных автомобилей. Кроме того, люди получили подробную информацию о том, как оформить паспорт после истечения срока его действия. В настоящее время помощь оказана. Приезжали иностранные граждане. Они приезжают в Казахстан работать. Были вопросы по регистрации и продлению, а также были вопросы по содержанию домашних животных. Наша акция рассчитана на два дня. Завтра, 15 июля, мы организуем её в Центре обслуживания населения. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы приглашаем вас туда. Мы можем оказать услуги людям, которые не попали к нам, и ответить на их вопросы. Ежегодно широко отмечается День Металлурга в Балхаше. Именно тут расположен крупнейший и старейший в Казахстане медипловильный завод, относящийся к подразделению корпорации ТО «Казахмыс Смелтинг». За большой личный вклад в высокие трудовые достижения в производственной деятельности и в связи с празднованием профессионального праздника, Металлургам вручили благодарственные письма и почётные грамоты. В современном обществе металлургия является базовой в отрасли экономики, которая лежит в основе благосостояния всей страны. Профессия металлурга существует много столетий. Работая с двумя жизненными важными степиями – огнём и металлом, эти люди вызывали и вызывают по сей день посвящение и уважение со стороны окружающих. На медипловильном заводе трудятся представители сложных и ответственных профессий. Это шехтовщики, плавильщики, электролизники, чистильщики, а также электромонтёры и машинисты кранов. Сегодня Болгарский медипловильный завод ТО «Казахмыс Смелтинг» – стабильно работающее предприятие, где трудятся специалисты и топ-менеджеры высокого класса, которые каждый день вносят весомый вклад в развитие Казахстана, области и города. От их профессионализма, опыта и оперативности зависит работа оборудования и качество, производимой на заводе продукции. Дорогие металлурги, уважаемые ветераны, разрешите поздравить вас всех с нашим профессиональным праздником – Днём Металлурга. Желаю всем нам, чтобы сильнее горел огонь в домах, в наших сердцах, сильнее, чем на печах пожива. Наша профессия была и остаётся самой тяжёлой и необходимой. День Металлургов – один из главных праздников города. В Балхаше представители этой профессии есть едва ли не в каждой семье. Здесь проживают целые семейные династии, чьё мастерство передаётся из поколения в поколение. Их именами гордится весь город. Так, например, Мадина Касымханова уже как пять лет работает на заводе. Она мама двух детей, старшему десять, а второму шесть лет. Работаю в проектный центр, инженер-проектировщик второй категории. Получила грамоту от Аманата и премию. Мне нравится своя работа. Проектируем, считаем. К слову, Казахмыс Смелтинг занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е место по производству черновой и катодной меди. Всемирный день навыков молодёжи отмечается ежегодно 15 июля. По этому поводу съёмочная группа нашего канала взяла интервью у молодых людей из Балхаша, у которых большое будущее и которые соревнуются на международном уровне. Один из них – Адлет Ербулат, молодой футболист, участник Суперкубка. Адлет соревновался с четырьмя ста участниками в отборочном туре, проходившем в Караганде, и был приглашён сразу на финал в Алматы. Только 200 футболистов вышли в финал и вошли в десятку лучших. Вернувшись с очередной тренировки, я увидел проект Суперкубок на странице в Инстаграм. Требовалась регистрация, я посоветовался с семьёй и зарегистрировался. Туда приезжают из других стран – Барселона, Челси. Проводят такое соревнование, чтобы сравнить силы и составить контракт. Молодой спортсмен совершенствовал своё мастерство на зелёном поле с 7 лет. С детства ходил на тренировки по футболу 5 раз в неделю. Следует сказать, что Адлет Ербулат – первый и единственный среди балхажцев, кто добился такого успеха. Я показал свою игру и способности на большом поле. За игрой строго следили. Моим первым тренером был Алтай Кушевич. Потом, когда подрос, тренировался с дядей Серикболом почти 8 лет. А следующий талантливый юноша – Санжар Шайахмет. Ученик школы-лицея номер 15 имени Алихана Бокиханова. Занимается робототехникой. Учащийся 10-го класса в будущем будет осваивать профессию программиста. Я с детства собирал разных роботов. У нас есть своя команда. Здесь мы создаём и реализуем роботов по нашим фантазиям и желаниям. Санжар тоже играет на музыкальных инструментах. Ему нравится играть на синтезаторе, фортепиано и гитаре. Всё это осуществляется под руководством и при поддержке родителей. Основная цель Санжара – создание оборудования, отвечающего современным требованиям медицинской отрасли нашей страны. На самом деле я с детства интересуюсь музыкой, буду больше заниматься этим. Если я в будущем стану программистом, моим хобби будет музыка. Ежегодно каждое третье воскресенье июля в Балхаше с размахом отмечают профессиональный праздник – День Металурга. Это один из немногих профессиональных праздников, который для балхашцев едва ли не главный в году. Организатором празднования является компания «Казахмыс». Праздничная программа в этом году выдалась масштабной, под вкус и потребности самых разных аудиторий. Но, пожалуй, больше всех организаторы угодили подрастающему поколению. Выступления артистов цирка, клоунов, танцоров и акробатов не оставили равнодушными юных зрителей. Я сюда приехала к бабочке, я с Карагаты. В этом году «Казахмыс» уделил большое внимание поддержке казахстанских творческих коллективов. На набережной также выступили местные танцевальные коллективы «Тимур Стим» и «Сити Дэнс». Вечер был захватывающим и продолжился выступлением стендап-комиков из Астаны и Алматы. Не будет преувеличением сказать, что стендап-комики подарили зрителям хорошее настроение и вызвали улыбки на лицах. Или, допустим, вот эта стойка. Что такого должно произойти в драке, чтобы я вот так вот встал, а? Вряд ли я буду рамсовать с карликом, да? Или вряд ли захочу баскетболисту с башки в пах ударить. И нужно их беспалево поправить. Идешь такой, все нормально, все нормально. КИВАШИ! Настроение отличное, все очень понравилось. С подругами пришли посмотреть именно стендап. Потому что мы любим его смотреть. В интернете попадается. Мы рады, что мы сюда попали тоже, что к нам приехали стендаперы. Очень классно. А на следующий день был организован детский танцевальный вечер. На вечеринке вместе с детьми танцевали любимые герои детских мультфильмов. И это было похоже на путешествие в сказочный мир. Сразу после танцев под открытым небом состоялся показ фильма «Каныш». Следует отметить, что упомянутый фильм является биографией Каныша и Монтаевича Садпаева, ученого-геолога, профессора, академика и основателя научной школы геологов Казахстана. А балхашцы, которые впервые увидели кино под открытым небом, поделились своими впечатлениями. Алина Токмолдина пришла посмотреть этот фильм с семьей. Каныш Садпаев внес большой вклад в развитие металлургии, поэтому показывает о его жизненном пути. Впервые посмотрела фильм под открытым небом. Впечатления очень хорошие. Мне все понравилось. 14 июля в 19.00 для детей были организованы развлечения и танцы. А следом был приглашен симфонический оркестр B&T Orchestra, чтобы показать зрителям свое искусство. Стоит отметить, что главное событие праздника гала-концерт состоится 15 июля в 20.00 на площади Жастар. Участвуют такие звезды казахстанской эстрады, как Луина, Казбек Касым, Адлет Джаугашар, Михавая 8.1, Таня Турлай, The Limbo и танцевальная группа Туран. Установлена мемориальная доска заслуженного металлургу нашего города Анатолию Киму. Почетная доска установлена на доме номер 13 по улице Казбековой, где металлург прожил почти полвека. Мама живет здесь уже 60 лет, поэтому можно сказать, что это дом для нас родной. Также пользуюсь случаем, хотел бы выразить благодарность всем, кто содействовал мне, помогал в сборе документов, всю организацию. На торжественном мероприятии собрались друзья, сверстники, родственники, соседи Анатолия Кима и выразили теплые пожелания в память о земляке. В частности, уважаемый ветеран металлург города Хамзат Эншпаев вспомнил, каким трудолюбивым он был. Пользовались приборами. И вот одним из прибористов, которые контролировали этот процесс. И вот одно из этих предприятий по производству меди выбрали местом набережную Северное Приболхашье. И понимаете, эти люди были вооружены всего лишь кирками, лопатами и тачками. И через 9 лет вот на берегу возник город. А через год этот город уже выдавал медь. Вот, и как Хамзат Эншпаев сказал, Володя мой брат за выдачу Штейна отвечал, Желдоспай Аспанов отвечал за загрузку, Анатолий Гребенев за выдачу Шлака. А над всеми нами стоял наш уважаемый Анатолий Константинович Ким. Он вел процесс. И знаете, кроме того, что он заслуженный металлург, почетный металлург Советского Союза, ему очень надо было дать звание мастера спорта по бегу. С начала года в специализированный суд по административным правонарушениям Балхаша поступило 795 дел. Наблюдается снижение на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 706 из них были рассмотрены и 160 приостановлены. Рассмотрено 544 дела с вынесением постановления о наложении административного взыскания. В 2022 году правонарушителям были наложены штрафы на 25 миллионов тенге. В этом году сумма штрафа значительно выше и составляет 763 миллиона тенге. 756 миллиона из них взыскано в доход государства. Нарушения общественного порядка регистрируются особенно часто в летний сезон. ...тампортный, расслабиться, приезжать. В период вот этих вот у нас праздников, да, День Астаны, 4 дня, были материалы, но не скажу, что много, в прошлом году было больше намного. В этом году не очень, но это в основном идет распитие алкогольных напитков в общественных местах, это же идет управление транспортным средством, состояние алкогольного обвинения. И это, конечно, идет нарушение тишины, но это есть такие статьи, которые сами сотрудники полиции рассматривают, не доходя до суда. Учитывая, что город Балхаш является курортным городом, увеличивается поток отдыхающих, у нас увеличились нарушения как в сфере причинения телесных повреждений, распития алкогольных напитков, управления транспортным средством лицами, состоящими в алкогольном опьянении, и нарушения правил дорожного движения. И учитывая, что в летний период у нас идет наплыв иногородних граждан в городе, суд по административным правонарушениям города Балхаш рассматривает дела как онлайн, так и в вечернее время, в праздничные дни и выходные дни. С начала года зарегистрировано 103 случая семейно-бытового конфликта. Из них рассмотрено 70 дел об умышленном причинении телесных повреждений. Поступило 45 дел по управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 57 дел по распитию спиртных напитков или пребыванию в состоянии опьянения в общественных местах. 52 из них было рассмотрено. Что касается наказаний, налагаемых за отчетный период текущего года, то наложено 57 предупреждения. 185 административных штрафов, 228 административных арестов, 34 лишения специальных прав, 25 дел административного взыскания. В последнее время жители Балхаша все больше становятся заинтересованы в самостоятельном урегулировании возникающих споров, не доводя дело до суда. Медиация имеет явное преимущество перед судом. Она ориентирована не на конфликт, а на его положительное решение. То есть фокусом усилий есть интересы сторон, а не правовые позиции или требования. На сегодняшний день область применения медиации становится все шире. Вводится новый способ примирения сторон с участием адвокатов. Закон о медиации очень широко применяется, особенно в судопроизводствах. Стороны имеют возможность выгодно урегулировать свои споры. Здесь нет проигравшей стороны. Мы сейчас доводим до сведения населения о больших возможностях данного закона. Важно отметить, что медиационную процедуру возможно внедрить на любой стадии конфликта. Суды при рассмотрении дела и заявлений ходатайства от стороны могут приостановить производство до одного месяца и предоставить время для урегулирования спора медиаторам. При этом следует отметить эффективность и преимущество проведения примирительных процедур. Примирение сторон приводит к снижению нагрузки на судей, процессуальной экономики и более быстрому и мягкому разрешению споров. Конечно же, в первую очередь данное соглашение соглашается с учетом справедливости и с учетом всех условий, которыми были выдвинуты сторонами и по закону. Во время основного слушания суд разъясняет сторонам, установленные законом требования к посредничеству и никого не принуждает к согласию. Он лишь показывает путь к общему решению. Правила применения медиации в рамках закона не распространяются на лиц, совершивших преступления, связанные со смертью, коррупцией, терроризмом или экстремизмом. В Балхаше высокий процент заключения данных соглашений по медиации. Из недавних был спор по долговому обязательству, когда люди не могли прийти к соглашению о долге. Судья-медиатор, разобравшись во всем, выявила сумму и распределила на тот срок, на который согласился истец.